В них могут принять участие все желающие. Они будут проводиться в открытом режиме. Все инициативы, высказанные в ходе слушаний, будут учтены. По поручению главы региона, вице-губернатор Юрий Гриценко встретился с активистами. У всех было времени, еще раз повторюсь, с июля выйти с любыми предложениями. У всех на сегодняшний день остается и не остается необходимым возможность прийти на эти слушания и не политическими методами, а реальной конструктивной работой внести туда свои предложения. Публичные слушания проводятся для того, чтобы с учетом мнения жителей, архитекторов, экспертов дать оценку внесенным изменениям в генплан и определить перспективное развитие столицы Кубани. Основные инициативы, с которыми выступают краснодарцы, это строительство соцобъектов, сохранение существующих и создание новых зеленых зон. И это далеко не полный перечень. Сейчас сложился неплохой диалог с властями в том плане, что власть слышит нас и предлагает конкретные решения тех вопросов, которые нас беспокоят. Первое слушание пройдет сегодня в Прикубанском округе. Всего таких встреч власти с горожанами запланировано больше 30. В конце декабря специальная комиссия подведет итоги. Далее поправки в генплан передадут на рассмотрение в городскую думу. Полную информацию о публичных слушаниях можно найти на официальном сайте Краснодара.